приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы и сегодня опять за шеф-повара у нас наша дочка Таня мы сегодня приготовим одну очень интересную штуку сейчас вкратце расскажу о готовить будет Таня я ей буду ассистировать в 20-е годы 20 века а точнее 1926 году знаменитая балерина русская Анна Павлова гастролировала по Австралии и Новой Зеландии и вот австралийцы и новозеландцы до сих пор ведут спор кто же первый приготовил для нее десерт ну собственно говоря десерт как вы уже догадались одноименный десерт Павлова собственно говоря австралийцы как обычно утверждают что австралийский повар первый приготовил во время гастроли этот десерт новозеландцы утверждают обратное ну было бы странно мы сегодня приготовим не классический десерт Павлова давайте для удобства назовем его Павловна чем он будет не классический значит основа это будет классическая как называется меренга меренга но безе по-нашему вот молодое поколение оно любит умничать а по-нашему это будет просто безе то есть основа будет из двух вот таких вот огромных безешных блинов собственно говоря которые мы приготовим далее по поводу начинок торта в классическом то в классическом десерте Павлова используется свежая клубника ну вот обычно его делается свежей клубникой также можно использовать допустим консервированные абрикосы но в принципе можно украшать любыми фруктами украшает свежей малиной допустим мы будем использовать так как сейчас только прошли новогодние праздники и свежая клубника нам обойдется по стоимости перелета в новую зеландию то есть дешевле будет слетать и купить там ну держи чего ты все время ржешь кадре же рассказывай серьезные вещи вот повара мне бог послал мы используем мы используем консервированную вещь и что тоже допустимо но поэтому и не претендуем на классическое название Павлова а будем называть наш торт Павловна значит мы приготовим вот у нас есть такой домашний сыр Филадельфия но подойдет любой сливочный сыр ладно сейчас расскажу про все ингредиенты и так для приготовления основ нам понадобится 8 яиц вот такая вот громадная тарелка сахарной пудры не обязательно покупать кстати сахарную пудру в магазине то есть можно обычный сахар в обычной кофемолке измельчить в сахарную пудру получается вот такая вот сахарная пудра да Танюха долго измельчала нет в три подхода да понадобится какао и вот это что у нас такое ванилин точно ванилин вот почему такие названия меня в детстве всегда удивляло он же не воняет он же пахнет вкусно он должен пахнилин называться а не ванилин также меня удивлял вазелин почему вазелин если им мажут должен называться в общем девочки не ржи пожалуйста почему вы все ржете ну дайте мне спокойно я же серьезные вещи говорю ну что вы за люди для крема дорогие друзья нам понадобится сыр филадельфия и любой другой сливочный сыр сливочное масло опять-таки сахарная пудра мы взяли вот такую вот консервированную вишню но подойдет в принципе варенье из малины варенье из клубники подойдут допустим консервированные персики то есть принципе ну вот любое варенье в котором есть и ягоды и сироп также возьмем немножко кофе эспрессо плитка шоколада и для красоты мало для красоты для красоты надо было больше взять греческих орешков или грецких орешков ну я бы для красоты с горкой насыпал бы но будем уметь украшать в общем друзья итак начнем с самого сложного и ответственного этапа приготовления этой меренги ференги а по-нашему просто без итак друзья для того чтобы стоп еще раз итак друзья для того чтобы приготовить меренгу ну а по-нашему по-простому безе нам надо отделить белки от желтков будем мы это делать вернее таня это будет делать вот следующим образом разбиваем яичка и ну слушайте я думаю что никого не надо учить отделять белки от желтков но вот какая здесь фишка если хоть чуть-чуть хоть чуть-чуть желтка попадут наши белки то это может нам испортить все безе поэтому не отделяйте сразу же в одну вот видите как это достаточно сложно у нас еще домашние яйца вот не отделяйте сразу же в одну емкость а возьмите промежуточную емкость и отделяйте каждое яичко отдельно потому что допустим вы отделите там пять белков а на шестом у вас попадет немножко желтка и ну пропадет все весь продукт также во всех емкостях не должно быть ни в коем случае не капли воды и использовать для взбивания белков мы будем наш вот такой вот планетарный миксер но можно использовать любой миксер в принципе совершенно любой ручной электрические главное и хорошенько взбить но об этом покажем позже сейчас мы отделим все белки и продолжим отделили все белочки дорогие друзья вот у нас такая теперь куча желтков сделаем из них майонезик а белочки теперь надо взбить помещаем белки в чашу нашего миксера давай мне эту штуку туда щепоточку соли щепоточку соли не ложишь и начинаем взбивать я включаю секундомер чтобы засечь время взбивания через минутку добавим щепотку соли вот сам я решила не сразу надо а через некоторое время для того чтобы белок был очень стабильный взбиваются белки три минуты начала образовываться пена и на этом этапе добавим ванилин все количество всех ингредиентов друзья вы найдете в описании этого видео и начинаем по ложечке но вот именно по ложечке добавлять сахар не сахара сахарную пудру то есть ни в коем случае не сразу его туда бухнуть ничего страшного а именно вот так вот по ложечке добавляем в общем сбивалась друзья 15 минут наше безе и вот получили такой эффект смотрите мы подымаем и она не стекает видите вот то есть она вообще не течет с миксера она как бы остается сейчас немножко улучшу резкость потому что наводил резкость по вот так вот да по крутящемуся то есть вот подняли видите и это как бы часть которая она не разорвалась образует как бы такой пик вытянутый и совершенно не течет значит наше безе готово но на всякий случай время тоже засекли как я уже говорил 15 минут это заняло теперь надо украсить наше безе какао вот еще раз хочу показать друзья видите вот оно такое густое то есть вот реально мы сформировали такую здесь кучку и она совершенно не стекает она не опадает вот такой вот получилось безе как бы ну чтобы понимать до какой степени взбивать теперь эти испачкал лопатку ты можешь вытрусить же туда теперь добавляем какао причем мы его не будем сильно перемешивать прям вмешивать а постараемся добиться такого эффекта чтобы у нас получились разводы в нашем безе и но сейчас они все это сделает то есть такое чтоб она получилась как бы слоеная не слоеная именно с разводами можем наклонить сюда вот чтобы было видно как у нас это получается это придаст красивый какой запах безе вместе с какао дают невероятный запах это придаст интересную структуру нашим основам то есть они получатся не однородные вот должны получиться с такими немножко разводами какао думаю что достаточно да смотрите друзья мы подготовили пергамент для выпекания карандашом на нем сделали такую окружность нарисовали для того чтобы то не было удобнее выкладывать наши основы и вот сейчас вот собственно говоря вначале наваливаем кучу я так понимаю я придержу тебе это примерно примерно естественно примерно используем половину нашего безе кстати к этому моменту мы разогрели духовку до температуры 220 градусов чтобы она у нас была готова к выпеканию вот это такой очень ответственный момент причем я думал что это можно сделать форме оказывается нет форме нельзя нам надо именно сформировать нашу основу сформировать вот просто на листе никогда не видел как это делается таня говорит что она такое уже делала сейчас нам покажет вообще конечно колбасу делать значительно проще смотри она туда уже сейчас полезет за пределы круга это у нас магический круг как фильме вий встаньте в круг девочка наверно хватит поднимите мне веки вот навалили ему такую прекрасную кучу замечательного безе теперь надо сформировать круглую основу будем использовать для этого шпатель очень жаль что нельзя я как перфекционист мне бы это формочки сделать ну вот не получится формочки должно быть не аккуратненько это был добавляет форумы до вот смотри мне кажется даме на секундочку мне кажется на вот сбоку вы еще вот так вот сделать такие мазочки да сейчас я просто здесь немного углубления когда мы формируем саму основу вот формируем его таким образом чтобы внутри у нас образовалось небольшое углубление него будет ну как бы без я достаточно такое она тверда и хрупкая как вы знаете когда она будет готова и нам это углубление нужно для того чтобы в нем была наша начинка торта вот такой вот неаккуратный торт сделал в 1926 году для балерины павловой шеф-повар австралийского ресторана точно также дорогие друзья формируем вторую основу мы сформировали ну как мы мы это громко сверхсказано мы пахали я и трактор таня сформировала две основы они одна немножко больше то которая справа и с углублением для начинки то которая слева немножко меньше и смел или с меньшим углублением и друзья в разогретую до 220 градусов духовку сейчас отправим наши основы на выпекать друзья помещаем основы в духовочку и сразу же уменьшаем нагрев так чтобы температура у нас получилось 110 градусов и дальше выпекаем уже при температуре то есть вот мы с поставили основы уменьшили нагрев до 110 градусов и дальше их уже при 110 градусов выпекаем выпекать будем 90 минут прошло 90 минут друзья наши основы готовы выглядят они теперь вот так вот немножко без я потрескалась выключаем нагрев и оставляем полностью остыть закрытой духовке ну и собственно говоря сегодня уже вечер завтра утром будем формировать наш десерт итак друзья в общем пока я где-то бродил но мы тут вообще начудили с павловной я вчера немножко испортил коржи но расскажу что я неправильно сделал и заодно будет как бы момент чтобы ну не коржи основы чтобы не повторить наших ошибок значит пока я где-то ходил что сделали девчонки и вишню у нас было вишневое варенье вчера показывал вишню отсыдили от нее сиропчик и сиропчик немножко выварили чтобы он стал вот такой вот густой консистенции наверное жидкой сметаны будем украшать тортик сиропчика мало я считаю что было красиво надо много это обычная моя позиция греческие орешки дали мне девчонки мокрую ступочку мне плохо товарищи грецкие орешки сейчас попросим лариса подотрет под вытерет грецкие орешки потолчем ступки они нам тоже надо будет для украшения их тоже мало как всегда не понимают при себя колбасу украшал я бы орехов бы туда нафигачил бы ну реально очень хорошо итак друзья приступим к приготовлению крема для украшения десерта павлова нам понадобится миксер возможно использовать ручной миксер мы будем использовать вот такой вот планетарный миксер сейчас покажем вам как это сделать итак друзья сливочное масло мы оставили при комнатной температуре на часок ты давай пока я рассказываю ты его туда фигач при комнатной температуре на часок чтобы она стала мягеньким таким отправляем его в наш миксер но не целым куском а вот так вот порежем на кусочки чтобы было быстрее я сразу же сюда сейчас сахарную пудру чик они чик сахарная пудра привык привыкла что-то у нас с десертом павловна что может получиться не павловна а петровна потому что мы сахарную пудру сделали вчера и оставили ее не закрытую сахарную пудру делали просто в кофемолке обычный сахар донюха отправляем сюда сахарную пудру и теперь надо его перемешать будем перемешивать миксером в течение где-то пяти шести минут запускаем миксер масло с сахарной пудрой взбилось и теперь произведем несколько действий таня пока добавит туда сливочный сыр филадельфия кстати как я уже говорил мы его готовим сами если вам интересно как его приготовить очень просто готовится сливочный сыр у нас на канале в разделе сыры есть полный рецепт приготовления сыра филадельфия очень толковая штука ну легко готовить и для всяких десертов очень зачетно я пока потру шоколад на терку лариса купила новую терку бергой в общем мы уже все от нее перерезались она такая острая просто страшно острая половину шоколада половину плитки потрем на крупную терку сейчас я порежу стану уже порезалась в общем сейчас дотрем а вторую половину шоколада потрем вот на такую мелкую терку добавили сырочный сыр и начинаем его опять а подожди эспрессо мы не добавили . когда потом взбиваем сливочный сыр три минуты и потом добавляем эспрессо начинаем взбивать а я пока буду тереть через три минутки добавим две столовые ложки кофе эспрессо то какая разница но нам поверят что мы не обманули добавили две столовые ложки никто не подумает что там сзади втихаря плюхнула больше я ничего страшного сейчас вытрем и будем перемешивать то и взбивать еще в течение двух минут до взбивался крем друзья сейчас покажу какой он консистенции получился вот такой вот кремастенький кремчик видите он такой достаточно достаточно твердый но это крем из сливочного сыра кстати хочу попробовать вкуснятина и у нас все готово начнем ах ты какая вкуснятина начнем украшать ну собственно говоря собирать наш десерт друзья я вчера вечером вот что что не надо делать с без с бисквитами я вчера вечером решил проявить инициативу и достать бисквиты из духовки мне казалось что они остыли я его взял вот так вот за края этой штуки и он начал лопав лопаться вот произошло такое землетрясение баллов 9 по шкале рихтера на мой взгляд в общем он немножко немножко полопался его испортил то не конечно очень расстроилась вот это вот я уже как бы не трогал он переночевал в духовке и совершенно нормальный совершенно стабильный то есть он не полностью остыл поэтому без и после выпекания лучше оставить на ночь духовке а теперь приступим не как уже не приступим я уже ассистировать не буду а таня приступит к сборке десерта итак друзья первым этапом выкладываем часть мы большую часть крема выкладываем на 1 на первую основу половину крема выкладываем на первую основу конечно немножко я подпортил таня в эту основу но по крайней мере мы теперь знаем чего нельзя делать не зря говорят что дорога в ад услана благими намерениями теперь вооружившись по шпателем разровняем крем как вы помните мы этот корж готовились небольшим углублением разровняем разровняем таким образом чтобы у нас получилось ровная основа разровняли слой крема и теперь делаем промежуточную наш начинку посыпаем молотым грецким орешком делаем небольшой слой из ягоды все зависит от того в нашем случае из вишни все зависит от того из которой из какой вы и ягоды делаете можно свежую малину можно консервированную клубнику консервированные ну в принципе консервированные ягоды и консервированные фрукты как я уже говорил подойдут тоже вкусненько с персиками получается может хватит а то уже больше половины получилось меньше да значит большую часть вишни выкладываем на промежуточный на промежуточный слой крема и теперь засыпаем вишни слоем тертого шоколада но не вишни а то то чем мы украшали в нашем случае мы не потёр как бы мы шоколад на промежуточный слой потерли а на верхний слой лучше было бы его настрогать такими завитушками но наш шоколад очень твердый не смогли то есть надо более сливочный шоколад тогда его получится красиво настрогать завитушками а мы были вынуждены сделать но потереть на крупную терочку вот примерно таким образом теперь аккуратненько надо сверху водрузить вторую без шку вот таким вот образом чик и теперь на нее выкладываем оставшуюся часть крема выкладываю как бы поместим оставшуюся часть крема и тоже ее разровняем аккуратненько аккуратненько ключевое слово без и нежная видишь после нанесения второго слоя крема тоже разровняли его и произведем такую же процедуру как с первым тут можно до красивенько выложить вишенку постараться можно даже какие-нибудь веселые рисуночки выложить или новогодние рождественские кстати друзья это видео сегодня рождественский вечер а это видео я смогу опубликовать уже только после рождества поэтому мы от всей нашей семьи от всей души поставь поздравляем вас с рождеством христовым желаем вам мира добра любви в вашем доме в общем всего самого самого наилучшего пока готовим этот тортик хотели конечно успеть рецепт к рождеству опубликовать но уже не успеваем к сожалению в общем выложим красивенько всю вишню за вишенкой следует слой в этих толченых орешков греческих грецких вот не жалея орешков их не должно быть много наверху это чисто для украшения а на мой взгляд должно быть много как раз после орешков украсим наш десерт сиропчиком побольше сиропчика побольше для красоты надо всего больше схема до вот так вот организовываем такие потеки кстати наверно прикольно было бы еще расплавленным шоколадом немножко полить да чтоб такие потеки красиво и сделать ну да мы вообще хотели торт собрать вчера вечером но не думали что так критично чтобы именно без вот полностью остыла то есть оно должно ну реально чтобы она не разваливалась руках такой большой объем без и он должен переночевать в духовке то есть очень медленно очень плавно остывать таким вот образом тут друзья у кого как написала таня в рецепте у кого насколько у кого какой полет фантазии на самом деле украсить торт можно чем угодно можно разными видами варенья но вот мне кажется было бы круто растопленным шоколадом или шоколадным кремом каким-нибудь и и последний штрих украшаем все это тертым шоколадом присыпаем вот друзья я думаю что наш десерт павловой готов и попробуем сейчас чем в 1926 году в австралии ну или в новой зеландии потому что они так и не доспорили почивали великую русскую барель болели друзья вы посмотрите какая красота получилась невероятная не знаю как на вкус сейчас попробуем но на мой взгляд это самый праздничный торт в нашем доме я даже не знаю как его разрезать просто произведение искусное она стоит поставить серванты не хавать но ничего сейчас мы с доченька его продегустируем что дорогие друзья право разрезать этот прекрасный торт предоставляется предоставляется нам уже за праздничный стол на из приготовить его я так понимаю проще чем разрезать нет все очень легко и просто смотри побольше кусочек побольше я себе не переживай я тебе половину вырублю мы с тобой один на двоих сейчас попробуем вот теперь надо нам еще лопатку для тортов купить но лопатки нет давай ножом это будет сложно это будет точиться давай вот так хорошо ну давай давай мне торта не обломай это себе ложу мне не надо мне торт давай девочка ну давай ложкой попробуй ложкой доставим ну что заставить если ты это чик-чириком немножко разваливается ну конечно разваливается крепко я думаю что его надо немного охладить я думаю что его надо немного охладить ну в общем в общем он немножко разваливается почему-то блин ну если бы он не разваливался этот наверное был бы самый лучший торт в мире друзья он настолько вкусный девочка пробуй это вообще ничнейшее безе просто тает во рту сочетание кисло-сладкой вишни и сливочного крема это просто потрясающе сейчас попробую показать как он выглядит в разрезе но получится только с тарелкой посмотрите друзья пожалуйста какая красота внутри просто нечто невероятное но он реально потрясающий дорогие друзья десерт действительно потрясающий просто потрясающий просто потрясающий в общем какие рекомендации ну во первых дать безе полностью остыть желательно ночью оторваться невозможно там бешно говорю вкус это нечто второе не делайте его такой огромный потому что его съесть нереально то есть я бы сделал в половину меньше так вот ну на три на четыре это реально на десять человек мы сделали порцию но хорошо у нас сегодня родственники будут в гостях и мы его с удовольствием съедим все вместе третье после сборки чтобы он вот так вот не разваливался его надо немножко охладить на мой взгляд чтобы он более-менее вам нарезался ну по поводу вкуса поверьте приготовьте вы не пожалеете ну лично я лично я ну я в принципе сладкое не очень люблю если честно и в ресторанах там где-то в заведениях общественного питания ну никогда себе десерты не заказываю поэтому и не силён особо в десертах ну это наверное лучшее что я пробовал в своей жизни реально респект тебе девочка спасибо за тортик я думаю что все наши родственники тоже скажут большое спасибо друзья хотел бы пожелать вас вам ну поздравить вас с наступающим рождеством но как уже говорил не успеваю публиковать видео поэтому с прошедшим рождеством вам вас всего самого-самого наилучшего пробуйте приготовить десерт имени Анны Павловой по нашему рецепту у вас обязательно получится если будут какие-то вопросы задавайте их в комментариях мы отвечаем абсолютно на все комментарии естественно подписывайтесь на наш канал и ставьте пальцы вверх ну если не понравился разваленный корж то ставьте пальцы вниз ну сразу говорю виноват я ну в общем то дорогие друзья на этом все всего вам доброго пока